На международном фестивале молодежи среди 190 делегаций со всего мира в Беларуси. Вместе с представителями Могилевской области на берегу Черного моря побывал и корреспондент в Бобруйск Медиа Виктор Чабан. Всем привет из города Сочи! Кажется, эти 7 дней запомнятся ребятам на всю жизнь. Гости участвовали в мастер-классах, дискуссиях, панальных сессиях и тренировках. Наслаждались выступлениями лучших творческих коллективов, а по вечерам проводили время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами. Ты рисуешь старые картины. Проживание организовано на высшем уровне. С особым гостеприимством на территории Сириуса молодых людей встречали 300 экскурсоводов и 5000 волонтеров. Главная задумка организаторов – предоставить участникам свободу действий и передвижений. Например, фудкорт-зона разнообразна блюдами на любой вкус и предпочтение. Вот такой сегодня у меня обед. Ну а самое умиляющее – символ фестиваля – чебурашка. Легендарный персонаж представлен в самых разных образах с определенным символизмом. Хромированный ушастик отвечал за судьбу мира, а в тюбитейке и с балалайкой – за национальные традиции. Самым запоминающимся событием для меня стала церемония открытия, в основу которой легла история любви пары Андрея и Аделины, которая завершилась успехом. На фестивале, на этой церемонии также было очень интересно смотреть световое шоу, музыкальное сопровождение. И особенно в этот момент запомнилось то, когда все народы стран мира взялись вместе за руки. Каждый участник не только зарядился позитивной энергетикой, но и нашел новых друзей. Культурный обмен между представителями почти 190 стран лучше всего описывает всемирность фестиваля. Хеллоу, Беларусь! Хеллоу, Беларусь! В Сириусе я общался с различными представителями стран мира. Особенно мне запомнилась встреча с индонезийцем. Мы общались на английском языке. И во время нашей встречи мы обменялись с сувенирами. Я ему подарил символ нашего города Бобра Самойвича, магнитики, наши сладости красного пищевика. А он мне – значок своей прекрасной страны. Фестиваль такого уровня – не просто событие. Для большинства молодых людей это возможность завести новое знакомство, приобрести полезные навыки и просто хорошо провести время. Успешный опыт кооперации подтверждает – будущее за молодежью. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.